конечно интерес как мне кажется возрастающий может быть мне кажется возрастающий появился он тоже понятно по понятным причинам по двум понятным причинам первое это потеря костра ну то есть у нас нет ничего возле чего можно было бы погреться душу по общий диагноз сейчас у большинства людей перелом души и вот эту душу полечить и погреться душе они тел негде потому что все про тело as a еще больше про то что его окружает что на него можно повесить как у можно намазать как он можно трансформировать во что его можно упаковать и так далее и поэтому вот это внутренняя тяга к или к малоизвестному до или к неизвестному вообще опять те же самые вопрос кто мы откуда и куда привлекает к себе или привлекается в вовлекается в разного рода духовные конструкции религиозные мистические там эзотерические теософские теологические как угодно беспорядочно ситуативно рефлексорно рефлекторно вот здесь йога а здесь медитация здесь сновидение а там значит галлюцигены а тут те или иные философские конструкции а еще есть точка сборки место силы карма и фэн-шуй и и и сейчас значит еще и расцветает пышно и лопухами и и колючками и прекрасными цветами славянская тема но почему разными да вот семенами и плодами потому что там уже появляется там не знаю русская йога и славянская камас утра и чуть только там несоединимого образуется этой пение что грудь что грустно людей понять можно нет 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 фундамента мировоззренческого вообще связанного и с философскими течениями с философия увлечь не говорю в софии потому что как бы сначала софия потом философ или сначала арифметика потом математика или сначала психология потом пара психология сначала развитие сенсорных качеств а потом экстрасенсорно но она у нас перепрыгивают вот через это не считаю что этим можно овладеть этим можно попользоваться об этом можно что-то понять это как-то можно применить невозможно это не понять не применить не этим воспользоваться и наведя порядок не организовавшись внутренне внешне не став порядочным человеком упорядочив свою систему знаний о себе мире природе и космосе на таком базисе а уж тем более увлекаться или придумывать самим какие-то новые категории конструкции ничего не ведая не зная о тех которые существуют там тысячелетия включая популярные религиозные концепции чтобы это не было идуизм христианство ли это там ислам ли это буддизм чем одно от другого отличается на чем жиждится что является самым главным в этих концепциях кому и когда и как они создавались кому это выгодно кому это невыгодно и так далее вообще сакрализация десакрализация этих знаний это очень вредное явление вот мы можем замечать на своей территории если есть вера то это сакральное это не может быть светски это не может быть в школах на улице в транспарантах на телевидении тогда это десакрализация выхолощивание как угодно это назовет муж делается это нечаянно специально или потому что или или из-за того что этим занимаются не те кем можно и кому должен вот есть такая проблема и люди еще считают что чем дальше тем тем интереснее тем круче тем таинственнее значимее эффективнее тогда и те кто живут в восточной азии не за этом искать это в европе те кто в европе латинскую америку из латинской америки отправиться в африку из африки да вот только не вокруг меня только не здесь здесь то уж все ищут эти места силы главное место силы это ты сам в объемах собственной кожи вот это главное место силы всего мира потому что здесь вся информация все твои энергии все твои генетические там и длинка цепочки все в тебе воплощена сейчас и ты все это атаку где место силу он розетка 220 вот вот это место силу я понимаю а если это какие-то развалины потому и не развалины что это уже не место силу он никак не может какой такой силы вообще или какой такой слабость но вот есть термины которые или не особо понимаются эти термины да чтобы это не было на при гармонии вот я мы стремимся гармония вышел угодно что воля что не воля все равно это что гармония предполагает ярость любовь там страсть и зачем тогда нужно травой тебе нужно было ранить если не понимаешь что такое любовь что такое счастье если ты не понимаешь состнополагающих вот как бы корневых что ли до таких понятий и не можешь ответить на вопрос что это такое его продолжительность какой части тела это живет вообще дам начинает каких-то вы знаете я когда шкалу страха выписывал еще в далекие годы от робости до паники да это нужно было для пользования и военным и спасателям то вот я исследовал все виды страха существующие на планете но как только ты его начинаешь ловить чтобы взрезать его вспороть его скальпером рассмотреть его микроскопом сразу исчезает вот и один камешек 2 камешек такое вот если молиться дохлой собаки зубы начнут светить и вот если ты во что-то веришь если ты к чему-то долго идешь это сопряжена с физическими трудностями и материальными затратами то уж точно ты к чему-то такому прикоснулся и приобщился что над тобой наверное не в светится когда просто не все видят ввиду их непродвинутости и бездуховность вот еще один такой тренд популярный теперь даосы очень хорошо говорят лучше всех путешествует только путешествует исходя с места если тебе есть о чем подумать сидя на диване выключив свет до утра то наверняка ты можешь привести своего физического путешествия значительно больше информации а если ты просто отправился и едешь тебе посмотреть направо перед вами строение на 17 начало 17 века архитектор такой-то она построена резки отличие значить а посмотрите налево ни о чем вообще и возьмем энциклопедию возьми красочно изданную альбом это и значительно больше в тишине и спокойствие об этом узнаешь если тебя это привлекает если просто движуха привлекает это тоже другой если статус связи с тем что ты вот теперь у тебя добавилась еще одна печаль загранпаспорте 3 и этого много 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 вот человеку прежде всего следует выйти из рефлекторного состояния в осознанное из осознанного в сознательное и тогда и тогда эти знания были полезны значимы он будет понимать зачем он едет куда или езжай с тем кто это знает если ты ему доверяешь и задавай ему эти вопросы потому что не знание передачи знаний одна из основных проблем у людей которые являлись носителями этих знаний то в итоге эмпирически уж по крайней мере один постулат выверен точно само нахождение рядом с мастером образовывает тебя и просвещает даже если вы говорите на отвлеченный или совсем готовить потому как он думает как он действует как он считает как он дышит вот это правда правда и поэтому ни один цикл в одном случае это энциклопедический там образованный человек да может быть интересного в другом случае человек который будет просто рядом с вами молчать и вы вернетесь измененным из этого путешествия бывает и так он и и Субтитры создавал DimaTorzok